В Ленске прошла традиционная ярмарка учебных вакансий. Она помогает выпускникам 9-х и 11-х классов определиться с выбором, куда пойти учиться дальше. Первый раз в ярмарке приняли участие Ленская центральная районная больница. В этом году Министерство здравоохранения Республики предоставило для района квоты на целевые места в Северо-Восточный федеральный университет имени Амосова по специальностям лечебное дело, педиатрия и сестринское дело. Какие еще специальности предлагали на ярмарке будущим студентам в нашем следующем сюжете. Ярмарка вакансий, прошедшая в Центре дополнительного образования СРГ, помогла выпускникам с решением этого вопроса. Представители различных учебных заведений рассказали школьникам и их родителям о существующих институтах, колледжах и условиях поступления. С второго полугодия мы по всем школам и не только города, но и УЛУСа ездим и проводим профориентацию среди школьников. Для этого у нас есть обширный материал раздаточный и мы, конечно, рекомендуем ребятам поступать туда, где сегодня профессии востребованы на рынке труда. Ленский технологический техникум предлагает выпускникам школ получить профессиональное образование и специальности автомеханика, слесаря, электромонтера, мастера по обслуживанию магистральных трубопроводов. Также на базе техникума открылся многофункциональный центр, где независимо от уровня образования можно получить престижную профессию по 28 направлениям. Для девочек у нас есть очень хорошая профессия экономика и бухучет, но на коммерческой основе. У нас очень хорошее общежитие на 50 мест, у нас ребята учатся со всей республики, то есть представлены различные районы. Мирненский филиал политехнического института предлагает подготовку специалистов и бакалавров горного и нефтегазового дела. Кроме технических специальностей есть направление по прикладной математике и информатике, где готовят программистов широкого профиля. Появилась также новая учебная программа энергетика и электротехника. В первую очередь это недалеко, город мирный, это близко, это алмазная столица нашей России. Поэтому мы хотим, конечно, чтобы близлежащие дети из ближайших районов учились именно в нашем институте и получили достойное образование. И работали как раз на благо нашей республики. Ярмарку вакансий за несколько часов посетило более сотни выпускников. Это говорит о ее возрастающей с каждым годом популярности. Сейчас просто все уходят в колледжи, потому что можно поступить в колледж. И некоторые колледжи, ну, они могут сразу же тебя зачислить потом в университет. И там в основном на второй, третий курс. То есть ты получаешь уже дополнительное знание именно в той области, в которую ты хочешь идти. И потом ты поступаешь в университет именно на этой основе, у тебя уже есть вот этот вот багаж знаний. И ты поступая, ну, уже обладаешь всеми навыками, которые тебе понадобятся. Получив необходимую информацию, выпускники взяли паузу, чтобы еще раз серьезно подумать о своем выборе. Благо, что до приема документов в июне время еще есть. Марина Крутихина, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».